Всем привет, дубки на связи. Продолжаем тему, как я докатился до такой жизни, что начал заниматься сельским хозяйством. Предыдущий сюжет закончился на том, что я говорил, что учился по специальности правоведения, закончил Саратовский финансово-технологический колледж по специальности правоведения. Далее была возможность идти работать в арбитражный суд, где я ранее проходил практику, но я поступил на высшее образование, что мне вот с этим образованием прям не идет, ландшафтный дизайн и садово-парковое строительство. Проучился я до ноября и подвернулась мне возможность пойти работать в наше отделение судебным приставом-исполнителем. Вот. Работа, конечно, не горюй. Люди, платите по своим долговым обязательствам вовремя. Это просто адовая работа. Кто не работал судебным приставом, тот не нюхал пороха, грубо говоря. Вот. Вот. Проработал я там полгода. Дальше меня не хватило в этом дурдоме работать. Это просто жесть, я не работаю. Вот. Встал я на биржу, простоял некоторое время на бирже и устроился у нас в Дубках работать почтальоном. Вот. Почему устроился почтальоном? На тот момент у нас было в хозяйстве корова, куры, птица различные. И я решил, что полдня я могу посвятить работе. Ну и какой-никакой там доход все-таки. Вот это были... На тот момент 2010 год моя зарплата была на 0,9 ставки 4 тысячи рублей. Это вместе с окладом. За месяц 4 тысячи рублей. Выходил я... То есть с утра я доил корову, кормил птицу, выходил работать. В час-два я примерно уже освобождался, приходил, доил корову и с молоком выходил на местный рынок у нас в Дубках, торговал продукцией. Со временем это... Как... Люди меня на рынке уже узнали. Продажа молока стала приносить основной уже доход. Но все-таки как-то уже в голове такое осознание стало, что работа, как бы стабильность, как бы эти 4 тысячи на худой конец уходить было относительно... Не то, что относительно. Стереотипы вот эти в голове. Работать надо, как бы вот. Все работают, и я должен. Опять же, я в том ролике говорил, что не было у меня в жизни такого примера, чтобы я видел, что сельским хозяйством можно зарабатывать, и чтобы это стало основным источником дохода. Вот. И я реш... Весной я решил попробовать уйти на собственные хлеба, и... взять отпуск. То есть я уже проработал год, подошел... Подошел мой отпуск, и я взял отпуск, и следом отпуск за свой счет, то есть 2 месяца. У нас подрос в хозяйстве бычок на мясо, которое растили. Я договорился с мясниками, привезли мне корову, а этого бычка забрали. Доплатил я тогда 4 тысячи за него, за корову. То есть за 25 у нас взяли этого бычка, как бы... И 4 тысячи за корову, ну и за доставку корову. От двух коров я стал выходить с молоком на рынок. Понял, что на... На эти деньги можно жить, и, как бы... Доход с двух коров стал гораздо ощутимее. Стабильность. Люди уже шли именно ко мне за молоком. Не кому-то там выбирали, а именно ко мне. Появились постоянные клиенты. Уже стала уверенность в завтрашнем дне. И, собственно, я уволился. Это был май 2011 года. Вот с мая 2011 года я уже полностью на самообеспечении. Доходило у меня до семидойных коров, до 54 коз. Сейчас, как бы, последнее время, видимо, я и я подустал. И несколько намечается спад покупательской способности. Кризис, видимо, дает о себе все-таки знать. Зарекался я не держать птицу. Ну, потому что, как бы, на продаже яйца особо не заработаешь. Но, опять развел я птицы много. Своё мясо, своё яйцо, это всё-таки ничем не заменить. Ни магазинным, ни соседским. Ничем. Ну, в принципе, наверное, всё. Тему, я думаю, до конца раскрыл. Как, собственно, я до этого докатился. Почему этим я занимаюсь? Прекращать заниматься этим я не собираюсь. Недавно я купил вторую корову. Думаю, дело дойдёт и до третьей. Потому что ремонтных тёлок я всех оставлю себе. Есть варианты, где я уже наметил. Возможно, взять тёлочек на выращивание, на корову, если вдруг у обоих коров родятся бычки. Так что, живём, процветаем. Ролики, я думаю, будет о чём снимать. Всем пока, удачи! Спасибо!